Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После возвращения из похода в страну Амазонок, Геракл отправился на новый потвиг. Эврисфей поручил ему пригнать в Мекены коров великого Гириона. Геракл отправился в далекий путь. Прошел через Африку, бесплодные пустыни Ливии, страны диких варваров и, наконец, достиг пределов земли. Ему пришлось плыть по океану, сражаться с волшебным псом и трехглавым великаном. Захватил Геракл знаменитых коров, но ему предстояло пригнать их в Мекены. И чтобы привести основную часть стада царю, Гераклу пришлось смириться с потерей некоторых коров. Подвиг десятый, самый неприятный, который должен совершить трейдер, это умение работать с убытками. Вот история с Гераклом. Он довел коров Гириона до заказчика только потому, что в конечном счете смирился с убытками. Часть стада разбежалась. И, как это не печально, мы тоже должны быть готовы к тому, что часть нашего инвестиционного стада разбежится. Ну, уйдет в убыток. Нельзя пытаться сделать весь 100% свой трейдинг прибыльным. Эта задача, а, непосильно, и, б, в конечном счете приведет вас гарантированно к разорению. Нельзя отыгрывать свои убытки. Надо уметь их фиксировать. И вот этот фиксинг заключается именно в двух вещах. Первое. Никогда не отыгрывайтесь. Знаете, старая поговорка. Не за то, что отец сына порол, что играл, а за то, что отыгрывался. Как правило, вот эта психология, я сейчас отыграюсь именно на том же инструменте, и желательно в тот же день, в который потерял, именно она ведет к убыткам. Если вы планируете отыграть убыток, но не обязательно этим инструментом, не обязательно на этой сессии, не обязательно вот в сегодняшних условиях, то, скорее всего, вам это удастся. Если же вы хотите здесь сейчас на той же лошадке, на какой проиграли, скорее всего, не удастся. Это, знаете, не казино. И здесь не обязательно много-много раз выпавшее красным, в конечном счете все-таки завершится черным. Рынок работает по-другому. Возврат на какую-то позицию, на какое-то значение может вообще произойти только через 10 лет. А это явно не диапазон нашего трейдинга. Мы, как правило, все-таки измеряем свои планы годами, но никак не десятилетиями. То есть первый момент, который связан с умением работать с убытками, заключается в том, что никогда не отыгрываетесь. А второй – это умение, собственно, фиксировать убыток. Это многим удается. Иногда даже чрезмерно человек слишком боится убытка, он начинает фиксировать чуть ли не каждую сделку, которая стала красным, не давая ей возможности развернуться. Но есть и другая крайность, и я лично преодолевал в себе именно обратную крайность. Когда ты фиксируешь много-много зеленых сделок, и у тебя висит красное, и ты все-таки не хочешь признавать, что твой прогноз был ошибочным, не потому, что ты не хочешь быть неправым, а ты надеешься, что все-таки и это сбудется, и это развернется. И держишь эту чертову красную сделку до бесконечности. У меня был случай, когда одна большая красная сделка почти убила прибыль от до этого случившихся подряд 129 зеленых прибыльных сделок. Убытки должны быть обязательно с размерной прибылью. И если мы с вами фиксируем прибыльную сделку, допустим, в 50 долларов, то надо стараться, чтобы убытки мы фиксировали не только тогда, когда убыток дошел, допустим, до 500 долларов или до 1000 долларов. Убытки могут быть больше прибыльных сделок, если в целом ваш трейдинг, ваши сделки прибыльные. Но они не могут быть принципиально просто из другой оперы. Тогда они гарантированно перекроют любую прибыль. По статистике, допустим, у вас 80% сделок прибыльных, но по сумме убыточные сделки перекрывают с лихвой всю эту прибыль. Поэтому умейте все-таки иногда нажать кнопку «Закрыть сделку», даже когда она красная. Лично я вырабатывал это в себе прямо вот технически, сидя у монитора. Я вижу, допустим, что у меня были открыты какие-то сделки на сегодняшний день, что большинство из них принесло прибыль. Эта прибыль уже зафиксирована. Соответственно, если я сейчас нажму и соглашусь, что эта сделка оказалась неверной, и я фиксирую убыток, я по итогам сегодняшнего дня буду в прибыли. И вот я садился, и вот мышкой заставлял себя все-таки нажать, и в этот момент осознавать, что какая-то гора спала с плеч, я могу ложиться спать, все спокойно, у меня закончился прибыльный день. Так что научитесь вот этому умению, умению фиксировать убытки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok